Добрый день, меня зовут Георгий Афанасьев, я основатель проекта Лесные сады. Хочу с вами поделиться сегодня методом круглогодичного сбора урожая с винограда. Понятно, что мы не можем постоянно ягоду собирать, но вот я как раз сегодня приступил к сбору побегов молодых. Обычно есть такая процедура важная, чтобы нормировать урожай, надо удалить двойные, иногда бывают тройные вот такие побеги, их просто слабо из них отламывается. И это описано во многом литературе, показывается, но никто не говорит о том, что вот эта часть, это уже первый урожай, который можно отправить на кухню. Вообще девять урожаев мы собираем обычно с винограда. Первое это вот такие вот побеги, которые очень вкусные, приятные, их можно в салаты отправлять, просто можно так пожевать, можно что-то приготовить из ними какое-то горячее второе блюдо. Второе урожай это бусики, когда они появляются, это прекрасный такой, щавель уже отходит к этому моменту, можно собирать щавель фактически здесь на винограде. Потом есть обрезка, когда мы нормируем опять, появляются листья, которые можно собирать на долму. Это первые три сбора, которые мы делаем. После этого вторая обрезка, в конце примерно лета, и опять мы второй раз собираем листья на долму, если есть учики, вот эти молодые побеги такие, они тоже иногда нарастают, но их нужно убрать, чтобы уже виноград созрел. И соответственно дальше начинается следующий урожай, это виноград, который собирается, но он не убирается весь, это тоже важная часть такая. После винограда оставляется часть его до первого мороза. После первого мороза виноград становится очень сладким, если вы хотите там сладкие соки изготовить или вино из него, то такой виноград, он теряет влагу и становится очень-очень приятным на вкус и сладким. И часть винограда оставляется еще немножко, это то, что можно собрать уже там перед Новым годом, зимой, полностью по морозу, когда ничего уже нет, значит вы можете выйти и замороженные ягоды собрать. Понятно, это когда 10 процентов оставляется, но на этом тоже не заканчивается сбор урожая. Мы можем еще, когда есть доступ к винограду, выполнить его обрезку и собрать черенки. Вы можете таким образом укоренить черенки, вот те, которые одревеснеют вот таким образом, вот их можно как бы укоренить, получить полноценный виноград для расширения плантации, на подарки или на продажу. Вот такие получается 9 сборов урожая, и начинаем мы ранней весной, заканчиваем ранней весной. Это немножко другой подход, который я называю подход лесных садов, в котором очень важно еще не опрыскивать виноград, потому что обычно, когда что-то опрыскивается, то у них есть сроки вывода этих веществ, они рассчитываются к моменту сбора урожая. Но поскольку мы собираем почти круглогодично, то есть требуется другой тип работы, когда привлекаются относительно насекомые, птицы, и они выполняют ту функцию защиты, которая обычно выполняют опрыскиванием удобрения, золой или компостным материалом. Ну вот успехов вам в этом новом подходе, мне кажется он очень интересным, в любом случае попробуйте, если когда-то в детстве вы еще не ели усики, судьба вас так обделила, попробуйте сейчас в взрослом состоянии, пусть ваши дети попробуют, это очень приятная на вкус и очень хорошая витаминная зелень. Такое полезное вы, наверное, в другом месте не встретите, да, по крайней мере в магазине такая не продается. Итак, с виноградом 9 шагов, 9 урожаев можно собрать и начинается ранней весной, заканчивается ранней весной. Успехов, друзья!